Свой путь с поля до прилавка товара проходит через такие исследования. Изучают семена, зерно, почву, продовольственное сырье и пищевую продукцию, даже воду, как питьевую, так и сочную. Все это в лаборатории проверяют на ГМО, пестициды, остаточное количество лекарственных препаратов, как разрешенных на территории РФ, так и запрещенных, микротоксины и на наличие вредных паразитов. Товаропроизводитель, придя к нам, не будет ходить в несколько мест, а получит весь комплекс услуг, где в течение от двух до десяти дней проводятся лабораторные исследования. Лаборатория оснащена современным оборудованием и работает по инновационным технологиям, которые позволяют делать исследования комплексно, проводить отбор проб, анализ материала и, как итог, заключение экспертов, о том, качественный товар или нет. Здесь можно измерить показатели плодородия почвы, безопасность корма для животных и определить чистоту сорта семян. Данное помещение используется с целью определения тяжелых металлов в различных объектах исследования. Это ртуть, свинец, кадмий, олова. Вот на данном аппарате наш специалист может одномоментно определять от 8 до 26 металлов. Это единственная лаборатория в Красноярске, которая может оформить документы с целью УЗА товара за границу, так как имеет международную аккредитацию. Причем каждая страна предъявляет свои требования к карантинным объектам и показателям безопасности. Например, для вывоза в Китай зерно необходимо проверить на отсутствие заболеваний или вредителей, таких как индийская головня, альтенария или капровый жук. Каждая страна имеет свои фитосанитарные требования к продукции. И вот мы должны проверить, все ли зерно, которое отгружается в эти страны, соответствует фитосанитарным требованиям. То есть отсутствуют те карантинные и некарантинные объекты, которые имеют вредное фитосанитарное значение для страны. Такое количество функционала помогает проверить качество товара точно и до мелочей, при этом в короткие сроки. И самое главное – убедиться в безопасности потребителя. Артем Долгооршинных, Сергей Комаров, Афонтова новости.